Всем привет! Это ThinkCenter M90N1, новый мини-компьютер от компании Lenovo. Благодаря своей производительности и размерам он может утереть нос большинству современных ПК, включая всевозможные неттопы и barebone системы. Модель появилась в продаже в конце прошлого года и к ее особенностям можно отнести процессор Core i5-8265U, богатый набор разъемов и портов, а также суперкомпактные размеры. Площадь поверхности у него немногим больше, чем у моего Huawei Mate 20, толщина при этом, конечно, существенно больше, но вес составляет примерно полкило, все-таки это полноценный компьютер. Но все равно для рабочей станции, на которой можно запустить, к примеру, Photoshop, это очень-очень круто. Внешне компьютер представляет из себя небольшой пластиковый моноблок, окрашенный в традиционный для линейки Think красно-серо-черный цвет. Дизайн отлично вписывается в общую концепцию продуктов этой линейки и лично мне, как давнему пользователю ThinkPad он очень даже заходит. Что касается коммуникаций и портов, для такого маленького устройства их здесь просто-таки огромное количество. Я, если честно, был приятно удивлен наличием полноразмерных USB, учитывая, что все сейчас повсеместно переходят на Type-C стандарт, а большинство периферийных устройств как раньше использовали, так и продолжают использовать обычные USB. Это, как вы понимаете, создает дополнительные неудобства, приходится покупать переходники и придумывать какие-то решения для данной проблемы. Но в этом конкретном случае все совершенно не так, есть разъемы как старого, так и нового образца. На передней панели находится кнопка включения, разъем USB Type-C, два разъема USB и 3,5-мм порт для наушников. Сзади разъемы занимают практически всю площадку, слева находится разъем питания, чуть правее дисплей порт, там же есть два полноразмерных USB и между ними разместился еще один USB Type-C с поддержкой передачи видеосигнала. С его помощью можно подключить, к примеру, монитор. Справа расположился сетевой разъем RJ45 и резьба для подключения Wi-Fi антенны. Изначально компьютер комплектуется всем необходимым, то есть сразу после покупки вы найдете в коробке фирменную клавиатуру и мышь. Они достаточно обычные, но, скажем так, если вы не профессиональный геймер и приобретаете в первую очередь рабочий инструмент, то эти девайсы вполне подойдут. Как я уже сказал в начале ролика, это компьютер, который в первую очередь интересен своим железом, поскольку он работает на базе четырехъядерного восьмипоточного процессора Core i5-8265U. Это достаточно популярный процессор с низким энергопотреблением, его устанавливают в большое количество ноутбуков и ультрабуков. Его производительности достаточно для комфортной работы в абсолютно любых офисных приложениях, и графические редакторы вроде Photoshop или Illustrator он тоже вполне нормально переваривает. Но вот с играми ситуация немного более грустная. Дискретной видеокарты в этой системе нет, а за графику отвечает чип Intel UHD Graphics 620. Скажем так, его хватит, чтобы переварить на средне-низких настройках графики игры вроде CSGO, ну и смотреть видеоролики в 4К разрешении тоже можно. Правда, на что-то большее рассчитывать не приходится. Впрочем, сам класс устройства не подразумевает решение подобных задач. Изначально они все-таки создавались немножко для другого. Объем оперативки 8 ГБ, это DDR4 память, работающая на частоте 2400 МГц. Объем фиксированный, память распаяна на плате, поэтому увеличить ее нельзя. Все данные хранятся на SSD-накопителе емкостью 256 МБ. Если этого мало, можно подключить USB-флешку или внешний жесткий диск. Количество свободных портов вас в этом абсолютно никак не ограничивает. Разумеется, есть Wi-Fi и Bluetooth 5-й версии. Можно совершенно спокойно подключать любые беспроводные устройства к этому компьютеру. Мини-ПК работает на Windows 10 в редакции Pro. Проблем с производительностью здесь нет, в отличие от старых маленьких компьютеров, которые работали на процессорах Atom. Возможно, в будущем я сделаю отдельное видео, посвященное быстродействию Core i5-8265U. Ну а пока пришло время сделать небольшое заключение. У Lenovo получился действительно маленький и достаточно мощный компьютер. С его помощью можно выполнять огромное количество задач, начиная от офисных приложений и заканчивая организацией домашнего мультимедийного центра на базе этого ПК. Правда, стоит он недешево. Рекомендованная цена данной модификации составляет примерно 50 тысяч рублей. Но это является платой за ультракомпактные размеры.